Привет, зритель! Где ещё можно управлять с телефоном и не напрягаться, что на этот телефон могут позвонить, потому что в этом месте нихрена нет связи. Только деревня. Короче, это второй мунгбан, который я тут записываю за этот приезд. Мне иногда прёт немного коверкать слова, но некоторых почему-то от этого не прёт. Я сниму тут платочек. Я сегодня уже принимала бассейн. Можно же, ну, говорят же, принять ванну. А тут принял бассейн. Ну, в смысле, полежал в бассейне. Короче, я думаю, так, как бы так это положить, чтобы там ничего не свалило. Ну, тут пусть лежит. У меня тут грибной суп на маринованных грибах. У меня тут есть это, да, вот у меня тут включена вот эта штучка. Тут полстола видно, полстола нет. Это мне, а ночью будет делаться соседке. Это на закваске, бакс, графы, пробиотик 25. Аж 3 грамма стик. Короче, сейчас я перестану пырить саму себя в этом самом. Только я подумала, что тут нет связи. Мне мегафон сказал, с возвращением сидя-то на стуле. Я куда-то, видимо, путешествовала, не знаю куда. У меня тут это, сметана Ермолина, 15% жирности. Сроком годности до 11.07. А сегодня у нас, по-моему, четвёртая вроде. Сегодня автобус ходит. Прилудский. Так, где у меня крышечка? Короче, поговорим о том, во что некоторые верят. Некоторые наполовину, а некоторые не верят. Оба астральных аток. Была у меня одна такая подруга. Нсять лет назад. Ну, знаете, это вот, в принципе, если мы ещё бы с ней общались, с одной стороны, было бы прикольно. С другой стороны, она из тех подруг, которые сначала с тобой общаются, общаются, а потом вдруг выдают. Ну, как бы вот, я тогда с двумя компаниями была, связана с некоторыми тусовками. Что, ну, познакоми меня с этими. Она стихи писала. Ну, познакомила, познакоми меня с этими. Ну, познакомила. А потом, ну, знаешь, я вообще с тобой общалась ради того, чтобы попасть вот в эти две компании. Вали. Ну, типа, бай-бай, Лёля. Ну, да не будем о плохом. Я думаю, в жизни почти каждого человека случались какие-нибудь такие уроды. Я когда уже просекла, что она меня юзает, я подумала, ну, раз она меня юзает, почему бы мне её не поюзать? В том плане, что мне тогда было удобно. Ну, как бы там, где она могла бы мне помочь. Я решила, что мы с ней взаимно друг друга юзаем. Даже если вы вдруг решите, что вы с кем-то взаимно друг друга юзаете, но если вы к этому человеку изначально хорошо относились, то когда он вас подставляет, это как-то не очень приятно. Ну, в общем, она увлекалась всякой астралопитечной хренотенью, как и я в своё время. Только таких загонов у меня не было. Она верила, что можно зарядить какой-то камень. Придумывала себе волшебную палочку. Ну, да и вернее с ней. Верила во всякие сущности, астральные войны и прочую хренотень. Вот, если бы я с ней всё ещё общалась или верила в такую вот хренотень, то сначала меня сегодня атаковали бабочки с такими большими полумягкими крыльями. Мерцость несусветная. Зритель, если ты пришёл внезапно и не знаешь, с какого хрена Лёля бабочек, таких красивых животных, насекомых, или кто они там так плохо отзывается о них, Лёля боится бабочек. Вообще, я ту сосиску сварила, чтобы их поесть с перловкой, которая на бульоне из-под... Блин, как её звать? Утиной шейки сделана в медленоварке, которая в картер не влезла, потому что она чуть дальше... Чуть ближе к стативу, чуть дальше, чем вот эта белая штучка. Йогуртница. Но как-то вот у меня в вилке сосиска неполноценная, потому что половинку кошки, да. В ложке суп. И белый хлебушек ещё рядом. Если ты вдруг уперся на дачу или в какую-нибудь деревню, в глушь, а до ближайшего магазина 6 километров и жара, и хлеб возится, хрен знает по каким дням, а твои родственники на ближайшие 10 дней к тебе не собираются, и ты не хочешь, чтобы хлеб склеил ласт и положи его в пакетик, ну, часть положи в пакетик и засуги в холодильник на дверцу, а потом по надобности доставай. Так у тебя будет практически всегда свежий хлеб. Почему я не делаю этого в городе, я стабильно забываю. Так вот, по её поверью, я тогда общалась, когда общалась с ней с одним пациентом, и у меня периодически в шкафу что-то стукало. ещё на механку. В той комнате, если ты недавний такой зритель, есть ролики с лета 2015-го по середину апреля 2018-го. Если они сделаны на фоне красного ковра, это вот та квартира моя, где я родилась. Моя, типа, комната тогдашняя. Там был шкаф. И иногда в нём что-то щёлкало. Хотя у меня на тот момент потом случилась ещё девчачья компания спустя лет пять. Одна из них тоже в такую ахинею верила. Ладно, не будем оскорблять чувство верующих в ахинею, потому что для кого-то ахинея – это одна вера, а для кого-то вера вот в это – это не ахинея. Говорит тот, кто гадал на картах лет с трёх, составлял натальные карты и прочую требуху астрологическую, лет с тринадцати спинка мамы. Но не суть. В прошлой встрече я требухой занимался, потому что прикольно было и интересно. В общем, она веровала во всякие сущности. Я помню тогда познакомилась с одной девчонкой, с которой я до сих пор общаюсь, и она почему-то уверовала в то, что раз я гадаю на картах, умею гадать на картах и могу её научить гадать на картах, то я могу написать какие-нибудь ритуалы. Не будем говорить об именах, потому что вдруг-то мадмуазель меня иногда смотрит, и если я скажу её имя в сую, вдруг она будет бомбить. Ну, вдруг её какое-нибудь окружение поймёт, что я про неё говорю. Мало ли вместе будут смотреть? Я просто иногда узнаю, что какие-то люди, знакомые со мной в ряду, меня внезапно смотрят. Нет, если я смогу чисто узнать, как там я жива-здорова, а некоторые... А зачем они меня смотрят? Хызы. Может поугарать, что я вот тут этим страдаю, а может и порадоваться. Я написала какой-то там первый ритуал забвения, стилизовала его на стихах Ру-Про-Зеру и прочем литературном сайте, как найденную рукопись, хрен знает в каком году, а хрен знает в какой книжке, хрен знает, кем написанную, да потопную такую. Ну, не мной написанную, а каким-нибудь там Люци... Люци... Люцием. Правда, у этого ритуала была потом отдельная история, но суть так не о нём сейчас. И о нём как-нибудь потом, может, расскажу. Я потом с этим ритуалом ещё отстаивала свои авторские права. После чего рухнула легенда, что это Искандерион написан вообще-то Лёлей. Короче, проклятие такое, пусть к тебе привёл твой страх. Если верить во все эти сущности, то можно посчитать, что какой-нибудь плохой человек, зная, что я боюсь бабочек, нашлала сегодня утром на меня бабочек. Они прямо на меня садились, на велик садились. Даже одна сегодня на шланг садилась, после того, как я помыла бассейн, вылила с него воду, помыла, вызушила и стала заново заливать. Ходила там за солью, то всё. Специальная соль для бассейнов. И вот если вдруг на вас напали бабочки, а вы их боитесь, значит, надо сказать, тот, кто послал мне этих бабочек, или тот, кто послал мне этот страх, а пусть тебе придёт твой страх тому, кто это наслал на меня. Как-то так. Я раньше эту хрень помнила, а сейчас тут как-то вспоминаю так уже, додумывая. А потом, она ещё верила во всякие астральные сущности в том, что, допустим, если я кто-то кому-то, ну, допустим, я там, одухотворённому отсутствию мозга человеку, он делал мне всякие пакости в надежде, что я обращу на него внимание и приду и скажу, чувак, мы тут всякие пакости творят. Ну, он надеялся, что я не пойму, что от него эти пакости. Помоги, а! Но такого не случилось. И у меня там то в шкафу, по её меркам, кто-то сидел, то ещё где-то там кто-то. Но вот иногда, знаешь, так спишь, и ощущение, будто рядом кто-то сидит. Ты его видишь подсознательно, таким вот пятном. У меня такая фигня была после того, как я после ДТП первые года два-три с половиной. Ощущение, будто на кровать что-то сидит. Ну, и тогда, потом был период, когда с ней общалась, то там какой-то лёвёнок сидит, такой большой лёв, то ещё какое-нибудь животное. А тут, значит, что я телегу-то эту завела? Пошла я, значит, ведички принести с пруда накачанного. Ведёрка стояла, водичка в нём нагрелась на солнышке-то. 28 тенёчки сейчас на улечке-то. Как я ещё ласты не склеила, не знаю, потому что я жару-то плохо переношёл. Хотя в деревне, мне кажется, она более мягкая жара, чем в городе. Аналогичная 28 градусов. И, короче, у меня на телевизоре стоит крем для рук. Родственники год назад привезли. И всё. Я оборачиваюсь чё-то так, и я вижу, как какой-то человек нахаченный в футболке пырится на меня. Я думаю, писец. Клюки пошли. Мне надо этот... У меня где-то тут была лодочка, которой я мешала. перловочку. Добылась, что она какая-то почему-то сладковатенькая. В общем, если делаете перловку медной наварки с карри, то она будет почему-то сладковатенькой. Особенно, если соль кладёте уже потом. Вот думаю, сейчас надо за этим. Ну, отойти до сеней, взять из холодильника как звать-то его? Соевый соус. Такой парашненький обычный соевый соус из магнита. И вот я здесь. Может быть, не очень близко видно. Я что-то пока не сориентируюсь, как тут это поставить. Может, приблизить. Короче, вот эти как бы вид человека это считалось у нас у неё. Вообще. Она ещё на каких-то форумах сидела, где вот это всё веровалось, культивировалось и считалось. У меня тогда интернета не было своего. Он у меня появился после того, как она перестала со мной общаться. После того, как она поняла, что ей не выгодно со мной общаться и свалила в носоку на ПМЖ. Она просто явная совсем. тогда у меня интернет был только если я в гости кому-то попросу что-нибудь помочь. Или просто попросу, или на почту схожу, чисто специально вынят. Или вообще как-то с этим монетом была. На немного вы. Я заливала что-нибудь на сказки у остра на прозу, на стихи, на обселит и прочее. И свалила. Мне надо еще с кем-нибудь общаться. Короче, если вы увидели силуэт какого-нибудь человека, значит, какой-то человек, у которого до хрена сильная аура, дофига сильно думает о вас, скорее всего неровно дышит. Частью всего неровно дышит, но не соображает как это словесно вам выдать про это неровно дышать. Я еще когда это увидела, хрена глюк. Давно таких глюков не было. Я еще не настолько даже на солнце успела перегреться, чтобы такие глюки ловить. Пошла на улицу как раз по водичку. Стала вспоминать, думал, тот, от которой, кого я раньше подобные глюки ловила, давно от меня отстал. И он тоже в итоге не верил. Тот, от того, подобные глюки давно ловила, от меня тоже отстал. И он тоже в итоге не верил. Даже говорил, что он ее культивировал. в смысле, юзал, и все в таком духе. И стал вопрос, и кто, блин, это был? Ну, как бы, есть человек, который, я подозреваю, периодически про меня вспоминает, потому, что мы как бы общаемся. И однажды мне выдал, что я понял, что ты от меня больше никуда не денешься. Я немножко селюсь с пола поднимала, думала, что это ты так решил? Хрена, у тебя само мнение. У тебя всегда было само мнение такое, дофига. Но тут вообще как-то дофига. Но так как я не знаю его прошлое относительно все эти, увеличение всей этой астралопитечной хренотенью, то ничего сказать не могу. Это, наверное, тем ок отсознанным снам, каким-то там паническим атакам, еще каким-то там атакам астралопитечным. Был такой прикол, я общалась с одним придурком, точнее я пыталась с ним не общаться, потому, что поняла, что он пытается стянуть с меня денег, а у меня их и так было мало. Но он почему-то их все-таки удался стягивать. Точнее как, ну, кошка пришла. Я думала, что если я ему дам денег, он от меня отвалится. Наконец-то. Но, не давайте денег таким ублюдкам, они не отвалятся, они еще будут долго к вам от вас докапываться, еще своих баба-алковольных к вам приведут. Если не физически и лично, то по телефону, имейлы и так далее. Кошка-хозяин сожрал последнюю сосиску. Но я потом разморожу шейку утки, сварю, не длинновать, я дам тебе, а бульон тебе оставлю. А кажется, я себе сегодня уже вот кормила перед тем, как самой поесть. Ну, короче, я сижу я с подрешками на кухне у себя, приклеиваю магнитик, какой-то там они мне привезли из какого-то своего путешествия. Один магнитик держится, а другой держится и отпрыгивает. Но его опять вешаем в другое место. Он опять отпрыгивает. И так часа два. И что-то подобное было у нее дома. Она тоже верила в всю эту хинею. Я помню, она точно просила погадать ей на карту. как-то мы с ней шли, было лето, жарко. Я что-то такое съела, что, видимо, не сочеталось с моим организмом. Наверное, ложкой это все есть. И она меня спрашивает, это потом сказково язык так было. Людя, ты веришь в все эти предсказания? Я хотела сказать, что, ну, как бы, да, нет, но как-то так у меня получилось. И она потом долго на это угорала. А человек с этим был такой очень раскованный. Она обычно, когда мы кушали, собираемся вместе за столом что-нибудь пожрать, она рассказывала о том, о чем обычно за столом не говорят. дабы не испортить всем аппетит. И сначала как-то впадаешь в шок, а потом уже как-то привыкаешь. Там была такая компания. Я хотела в прошлом году написать на эту тему ролик. Как же я с хавчиком говорит просто эй, не надо так шизеть. Ну, как бы, девчачья компания одна главная и все вокруг нее. Если есть еще кто-то, кто сам по себе выделяется, то компания в итоге, ну, два варианта. Или принимается этот человек, который выделяется, или компания разваливается частично. И получается такое, мне с тобой невыгодно общаться. Я буду делать вид, что я тебя никогда не знала. Так вот, тоже 10 лишних лет знакомы были. Я буду переходить на другую сторону улицы и делать вид, что я тебя не знаю. Я буду просто делать вид, что я тебя не знаю. Ну, там последняя из этой компании, когда я приехала последний раз вот из деревни, вот первое бытие свое. Приехали как раз с сестрой и тетей. Я поехала потом на автобусе покупать еды в Ашан. Выхожу из автобуса и натыкаюсь на последнего представителя этой компании. Кто со мной очень долго-долго общался. И человек делает вид, что он меня не знает. Очень показательно так. Я так поржала, думаю. Ну, думаю, ну и хрен бы с тобой. Я-то ничего не теряю от того, что ты сделаешь вид, что ты меня не знаешь. Так вот, у нее, когда сидели как-то на кухне, у нее тоже один магнитик постоянно отпрыгивал. Постоянно отпрыгивала. Она во всю эту хрень верила. тут все свои. Это смола плэра, у меня тут какой-то насекомый очень сильно цапнул. Я хотела сыра с булочкой пожрать с маслицем. Но, видимо, я как-то наелась. и сладкого даже не принесла. Сейчас, зрители, я тут отрублюсь немножко и возьму что-нибудь сладкого к чаю. И вот я снова тут у меня есть вкусный зефирчик, мягонький, с непонятной каким вкусом, просто сладкий вкусный зефирчик. 300 рублей за КГС так вот, к той же серии еще это, да, если вас атаковали если вас в непонятном месте вдруг внезапно атаковали какие-то сущности, которые вы боитесь, допустим, как я, бабочек, надо сказать, пусть тебе придет твой страх тому, кто вам их послал. Чай отстыл. Еще из той же серии, но это, наверное, ближе к медитации, потому что потом вырубаешься обычно. Я, может, что-то даже озвучивала в каком-нибудь там ролике, мистике, посвященной, записанной в прошлой еще квартире на фоне другого ковра. По-моему, того ковра, который у меня одно время был ковром в этой квартире, ну, в смысле, в той, в которой я сейчас живу. Вот это дом деревенский. сел или лег, луча лег. А если хватает сил, то можно и стоя. В любом положении, короче, просто если у вас есть какая-то связь, если вас достает какой-то человек. Не знаю, как с человеком это происходит, так что это всем как бы все на ваш страх и риск. Не забудьте повторять. Представляете этого человека, как он выглядит. Представляете, как копия вас или вы отсоединяетесь от своего тела. Не влезайте в этого человека. Представляете большущий такой меч. Ну, такая вот оружие, меч. Может, я катану, может, еще что-нибудь. Меч прямой такой. И представляете, как вы, находясь в этом человеке, ну, там голова, это ваша голова, его голова, руки, так вот и далее. Берете этот меч, находясь в нем, продвигаете самого себя, будучи в этом человеке. Ну, это, соответственно, все в воображении. И обрываете с ним связь. Кто такой страдает, не будем говорить о ней, кто таким верованием страдает, делал что-то подобное или слышал о чем-то таком, дайте знать в камень-то, я к вам помимо сердечка, возможно, еще и в камень что-нибудь отключу. Да, хочу сказать спасибо за супер спасибо Катерину поблагодарить из США. Ну, я приятно. Я теперь знаю, как выглядит супер спасибо под моими видео. спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку Горбушкина на Бусти, которые мне все время хочется обозвать Бути. И спасибо Амину за спонсорскую подписку на высший уровень хавчики и эти самые СМРы, которые. СМР я тоже постараюсь здесь как-нибудь записать. Вкусный зефир. У меня как бы есть чек, но он у меня где-то лежит. Я помню только вот название, ну, в смысле цену. Это с той покупки, где вафельки назывались со вкусом мулатки. Я думала, что они шоколадненькие, но они оказались не шоколадненькие. Просто вкусные. Были ли у тебя зрители такие глюки при здравом умеет и трезвой памяти без перегревания на солнце, когда внезапно чей-то силуэт внезапно видишь. Ну, несколько там секунд. Нечитаемые, вот просто что понимаешь, что это человек, ну, допустим, мужеского пола. Или ты просыпаешься и у тебя ощущение, что будто на деяле что-то сидит или лежит, а там ни хрена нет. Или аналогично, когда засыпаешь. это, наверное, из серии разговоров во сне. Я иногда говорю во сне. Я помню, когда я здесь на колесе спала, мелкая, моя сестра террорила, моя, ну, двоюродная младшая, что, когда я ночью заговорю, она будет меня о чем-то спрашивать и выведет все мои секреты. И я тогда его пугалась. А маман как-то говорила, что на каком-то там древнегреческом языке полякала, а еще на каком-то древнем языке. А в этом-то, конечно, ни хрена не помнишь. Сейчас я за собой иногда такое замечаю, когда мне супер перенасыщенный день бывает. Эмоционально. Но это я как бы просыпаюсь и в полусне понимаю, что я что-то говорю. Так, какой-то маленький мух. Я думала, ковар хотела прибить. Кто-то из моих родственников по детству я знаю Лунатил, но я не помню, в чем это проявлялась. Я вот так сейчас подумала. Надо будет потом в городе глянуть в интернете, если вспомню. Изучался ли кем-нибудь вопрос разговоров человека во сне? Тут как-то о посуду в городе я вспомнила, как мы с мамой читали книжку, она мне покупила книжку про обезьян. Мне эта книжка, кажется, все еще жива. И меня очень интересовал маленькую меня. А может, это даже другая какая-то книжка была, но не суть про обезьян была. Вопрос. Ну, так это, 7-9 лет ребенок. А скрещивали ли человека с обезьяной? И как бы она мне говорит, да, скрещивали, я так обалдела. Потом я про это как-то забыла, когда потом была в Абхазии, эту тему как-то затрагивали про скрещивание человека с обезьяной. Мне еще попалась какая-то статья про скрещивание человека с обезьяной в интернете. Я так подумала, надо же, вот ребенок в детстве о таком мечтал, а такое уже было, обалдеть. Интересно, сейчас в современном мире этим кто-нибудь занимается? Скрещивание человека с обезьяной? Ну, это если исходить из того, что эволюция людей произошла, люди произошли от обезьян. Часть обезьян отделилась от других обезьян, стала развиваться, кировала и появились типа труд сделалась человек из обезьяна человека. Я даже как бы смотрю в камеру, получается. Ну, камера-то у меня, он там. Ну, что тут немножко такое расположение, не совсем такое, как, допустим, деревня, фуэ, в городе, и там мне вполне хватает на две ножки раздвинуть. Штатив и чуть-чуть там, вот, ну, когда я последний раз снимаю лаву, вот уже вот такого ракурса, другого, там оно чуть видно, ну-то, а тут у меня на все три ножки раздвинуты, и где-то на, может, половину от самой вот этой палки, а может на две трети. Почти на мой человеческий рот. Смолень пуэра. Почему смолень пуэра? Я утром заварила и поехала залить маленький ролик на дорогу, который у меня вчера не заливался, но он у меня не залился в итоге. Меня еще атаковали дважды эти бабочки дурацкие. И там еще эти слепни поперлися. А у меня в чайнике как бы ну уже слился зеленый чай с розой. Роза собрана вручную, а зеленый чай какой-то зеленый чай. По-моему, обычный китайский из магнита этот. Зеленый дракон, что ли? Или хрен нужно? Какой там дракон? Китайский, короче, зеленый чай. Ну и я это забыла слить чайник, заварила себе смолу утром. А сейчас закинула к этой смоле, потому что не до конца растворилась еще в смолу. Она где-то там одна треть грамма. Ну вот она у меня как-то выпилась. И все. Эти каркаде тянутся. Он даже в кадр, наверное, не влезает. Ну хотя, если отдалить, может, лезет. Да. Вон там полторашки из-под углической минералки каркаде заварены разбавленной водой. Здесь вот у меня есть просто фильтрованная вода частично голодичная. с этим можно разбавить сей. И вот слетая смола пуэра. Почему слетая? Потому что она уже вся растворилась от осадок, от остаточек растворения. Остатки вкуса даже, можно сказать. так-то может еще одну фигахнуть. Но может быть перебор. Вот такой у меня типа обед. Там человек еще просил, Лёнька, напиши обед, а то соскучился по обедам. Ну, по хавчикам. У меня это уже второй обед. Ну, в смысле, второй хавчик деревни, еще тот-то не смонтировал. Она будет заняться. В жару как-то это проблемно. Вечером думала заняться, а вечером, понимаешь, уже спать хочется. Ну, вечером, это в смысле где-то в 11-го. Благодаря кошке я и так что-то поздно ложусь. В 12 иногда около часа. Потому что то ее ждешь, потому что тут всякие ее тут кошка с котом на дерево загнали. Пришлось спасать. То это она сама где-то шарахается. Вроде как можно забить, лечь спать, а она в окно все равно придет. А я что-то все переживаю за это животное. Зрители, я надеюсь, ты покушал, пожрал, похавал, поел. Пока.